Музыка Высокие горы и глубокие фьорды, живописные города и кристально чистые озера, могучие водопады и поразительные ландшафты. Благодаря своему удивительному разнообразию Норвегия считается одной из самых красивых стран в мире. В этом видео мы собрали 10 самых интересных мест Норвегии, которые стоит посетить, чтобы проникнуться очарованием этой северной, но такой колоритной страны. Музыка Олесон Олесон – один из самых ярких и примечательных городов не только в Норвегии, но и во всей Скандинавии в целом. Расположенный на семи островах на западном побережье страны, Олесон служит отправной точкой для изучения сразу нескольких популярных фьордов в этой части Норвегии. Ставший визитной карточкой города, его архитектурный стиль сформировался после разрушительного пожара 1904 года, когда за одну ночь крупное поселение выгорело практически дотла. Но нет худа без добра. Архитектор, занимавшийся восстановлением города, решил придать ему черты популярного в то время стиля модерн. Как следствие, в наши дни Олесон считается одним из немногих городов мира, построенных в стиле Арнуво. Любопытно, что хотя город и находится гораздо севернее всех скандинавских столиц, благодаря Гольфстриму его климат остается довольно мягким, а средняя температура самого холодного месяца января составляет плюс один градус. Город Тромся расположен далеко за полярным кругом, а потому сами норвежцы часто именуют его столицей севера и воротами Арктики. Сюда едут, чтобы насладиться потрясающими арктическими пейзажами, отправиться наблюдать за птицами и китами, заняться хайкингом и рыбалкой, а зимой еще и увидеть северное сияние. От аэропорта Тромся многие путешественники начинают свой путь и на остров Сенья, который из-за богатства природы нередко называют Норвегией в миниатюре. Из-за своих живописных видов Сенья считается настоящим раем для фотографов. При этом она еще мало изучена путешественниками и отлично располагает к активному туризму вдали от цивилизации. Среди главных достопримечательностей Сеньи выделяют музей Тролля, причудливую гору Сегла, череду пиков, получивших название Зубы Дракона и целую плеяду других природных жемчужин. Зубы Дракона Богатое разнообразие рельефа сделало Норвегию настоящим раем для любителей водопадов, которые поражают не только количеством, но и своими гигантскими размерами. Высота наиболее крупных из них превышает 800 метров, а среди 30 самых высоких водопадов мира треть расположена именно в Норвегии. Выбрать наиболее красивый практически невозможно, да и сами норвежцы во время регулярных опросов нередко меняют свое мнение. Чего стоит один только Лотефос, примечательный тем, что гигантский утес разделяет его на два рукава, которые у подножья снова соединяются в один поток. Одним из наиболее посещаемых водопадов в стране считается Верингсфоссен, чья высота составляет более 160 метров, а популярность объясняется не только красотой, но и исключительно удобным расположением недалеко от трассы Осло-Берген. Любопытно, что хотя водопад и поражает своими размерами, официально его открыли лишь в начале 19 века. Расположенный у северной оконечности одноименного фьорда и окруженный живописными холмами, Осло является крупнейшим городом страны, а в его агломерации постоянно проживает порядка полутора миллионов человек. Столица Норвегии поражается им архитектурным многообразием и количеством креативных современных зданий. Будучи главным экономическим, политическим и культурным центром страны, Осло при этом удается сохранять спокойную и даже слегка провинциальную атмосферу. Этому в значительной мере способствует огромное количество парков и зеленых насаждений, более трехсот озер и несколько десятков относящихся к городу-островов. Во многом, благодаря вниманию к экологии, в 2019 году Осло даже получил звание «зеленой столицы Европы». При этом Осло не обделен культурными и историческими достопримечательностями, а в число наиболее популярных входят крепость и замок на ее территории, национальные и оперные театры, королевский дворец и многочисленные музеи. Отдельного упоминания заслуживает и ратуша Осло, где ежегодно вручают Нобелевскую премию мира. Субтитры создавал DimaTorzok Язык тролля – одна из самых известных скал не только в Норвегии, но и во всем мире. Расположенная недалеко от городка Отда, эта природная достопримечательность известна своей необычной формой, напоминающей язык, за что и получила свое название. Впрочем, помимо формы у выступа есть и другая особенность. Язык тролля нависает над пропастью на фоне живописного горного озера на высоте порядка 700 метров, позволяя сделать по-настоящему феерические фотографии. Именно по этой причине многие путешественники, отправляющиеся в Норвегию, стараются включить язык тролля в список посещаемых объектов, но сделать это не так-то просто. Чтобы добраться до достопримечательности, от точки старта пешеходного маршрута придется совершить поход общей протяженностью около 14 километров, а потом еще столько же, чтобы вернуться обратно. Как правило, такая прогулка занимает от 10 до 12 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Часто называемый корлем фьордов Согнефьорд является самым большим в Европе и вторым по величине на планете. Его общая длина превышает 200 километров, а высота обрамляющих скалистых берегов поднимается до 1000 метров. Не меньше впечатляет и глубина фьорда, достигающая 1308 метров. И летом, и в холодное время года чрезвычайно популярны круизы по фьорду, но это далеко не единственное развлечение для путешественников. На берегах фьорда и его ответвлений расположено множество колоритных поселений и живописных долин, древнейшая деревянная церковь Норвегии, включенная в список ЮНЕСКО, многочисленные пешие и веломаршруты, смотровые площадки и даже старейший семейный отель в стране. Наконец, у деревни Флом находится конечная станция Фломской железной дороги. Это необычайно живописная ветка, длина которой всего около 20 километров, не только имеет наибольшую в мире крутизну подъема, но и была признана в 2014 году лучшим железнодорожным туристическим маршрутом в мире. Нефтяная столица страны и четвертый по величине город в Норвегии Ставангер считается одним из самых дорогих мест для жизни и туризма в Скандинавии. Но у этого фактора есть и обратная сторона. Здесь великолепно сохранился старый город, местный фестиваль уличного искусства считается одним из старейших в мире, а обилие заведений сделало его кулинарной меккой Норвегии. Но все же главная отличительная черта Ставангера – это обилие природных достопримечательностей в окрестностях города, главной из которых считается Люси-фьорд. Именно здесь находятся два популярнейших туристических магнита Норвегии – Кьерак с его знаменитым камнем горошиной и Прекистуллен – скала, ставшая одной из визитных карточек страны. Этот гигантский утес, возвышающийся на 604 метра над Люси-фьордом, настолько популярен у путешественников, что только за летние месяцы ежегодно его посещает более 100 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok Один из самых красивых городов Скандинавии, Берген, расположен в удивительно живописной местности на берегу Северного моря, от которого защищен целым архипелагом островов. За свою тысячелетнюю историю он успел побывать и столицей Норвегии, и важнейшим портом всей страны. Хотя Берген и является вторым по величине городом Норвегии, он сохранил колорит и очарование маленького провинциального городка, а его самой известной достопримечательностью является великолепная старинная набережная, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря удачному расположению, Берген часто выбирают стартовой точкой для изучения сразу нескольких популярных фьордов, однако он и сам по себе стоит нескольких дней. Любители панорамных видов могут воспользоваться популярным среди путешественников фуникулером, а стоя на смотровой площадке становится очевидно, почему так часто Берген называют сердцем фьордов и городом на семи холмах. Лафатенские острова Острова это живописный архипелаг в Норвежском море в северной части страны. Их роскошные виды с колоритными рыбацкими деревнями, изрезанные линией побережья и высокими горами ежегодно привлекают сюда множество путешественников. Хотя острова и расположены за полярным кругом, благодаря воздействию Гольфстрима их климат отличается мягкостью и даже в самые холодные месяцы года температура редко опускается ниже нуля. В то же время с конца мая по июль здесь продолжается полярный день, а с осени по начало апреля можно наблюдать северное сияние. В наши дни Лафатенские острова привлекают путешественников не только красочными ландшафтами. Здесь также популярны пешие походы, лыжи, рыбалка, дайвинг и даже серфинг. Среди рукотворных достопримечательностей выделяют самое длинное из когда-либо обнаруженных жилищ викингов, а также расположенное на скалистом островке одно из наиболее уникальных футбольных полей в мире. Гейрангерфьорд простирается всего на 15 километров, но при этом считается одним из самых красивых и посещаемых во всей Норвегии. Более того, это всего один из двух объектов в стране, включенных в список мирового наследия ЮНЕСКО исключительно за природные красоты. Являясь одним из ответвлений с турфьорда, он известен своими бирюзовыми водами и величественными горами с заснеженными вершинами на его берегах. Одной из популярных достопримечательностей фьорда являются водопады, самыми известными из которых считаются семь сестер, жених и фата невесты. Изучить фьорд поближе можно с борта экскурсионного катера, арендовав каяк или просто совершив спешую прогулку по его берегам. Хотя Шпицберген, или как его здесь называют свальбор, расположен достаточно далеко от континентальной Норвегии, он обладает целым рядом особенностей, из-за которых мы решили добавить его в список отдельным пунктом. Этот архипелаг, площадь которого чуть больше современных Швейцарии или Хорватии, считается одним из самых северных постоянно населенных мест на планете. В нескольких поселениях на его территории постоянно проживает порядка трех тысяч человек, а второе по величине Баренцбург населено россиянами. На архипелаге имеется свой аэропорт, что делает его доступным для туристов, которые приезжают сюда познакомиться с суровой природой Арктики в ее максимально нетронутой форме. На Шпицбергене есть свои ледники, скалистые горы, фьорды, а также разнообразный животный мир, представленный белыми медведями, оленями, песцами, моржами, тюленями и даже китами. Если этот рейтинг самых интересных мест Норвегии вам понравился, поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал, потому что именно ваши лайки вдохновляют нас создавать новые полезные видео для путешественников. Напишите в комментариях под видео, какой из мест в этом списке вам хотелось бы посетить больше всего или если мы что-то упустили, то какое из них обязательно стоило бы включить в этот рейтинг. И конечно же подписывайтесь на наш инстаграм, потому что как только путешествия возобновятся, мы снова отправимся с подписчиками в самые интересные места мира. Ссылка в описании под видео. Спасибо вам за просмотр и до встречи в новых интересных видео на канале. Субтитры сделал DimaTorzok